связанное существо зевается пытается освободиться огромные черные глаза на сером лице горят злобой три ящейки для элемента питания то есть все что мы увидели все три элемента он будет как-то глуповать что у нас клеит для костей 200 тава ладно смотрим, тут кто-то особенный лежит хирургический лазер не идти дальше я тебя сейчас как? как ты это можешь сделать? я делаю с моими детей, как я вижу, ферк это барбарик избавьте меня от праведного гнева, ваша дочь мне жизнь не обязана так это дочь что вы знаете о Ребекке? мистер Маратчик в этом корабле вылечили аргемия вылечена рак ВИЧ Эбболы все уничтожено ее жизнь принадлежит мне о да, я все знаю о да, я все знаю о том, что все жени и твоей дочери и о жене и все о твоей жене о том, что все понятно Я заглушил его сигнал, давай быстрее, мы уже близко. Где-то тоже он будет ключ, который их открывает. Элементы питания. Доктор Малан уже добрались. Они боятся неизвестного, незнакомого, непонятного. Доктор Бекман становится все более невыносимым. Проект 7 важнее. Воссоздать мертвого любовника в виде геврида. Несохраним грибок. Как я предполагал, паника, разрушение неразбериха. Мои прекрасные дети превзошли себя. Десантес, я разочарован. То есть вкратце понятно. Доктор был сам себе на уме. Начался новый год. Новый поворот колеса грублает, продолжает идти в ангарде научных открытий для всего человечества. Но я не чувствую удовлетворения. Вот наш лабораторный планктон празднует новый год. А я удивляюсь, зачем? Что за маразм праздновать начало года по устаревшему георгиональдскому календарю, будучи на корабле, бродящем в глубины космоса? Причина и цена. Привычка. Они боятся неизвестным, незнакомым, непонятным. А я нет. Я встречаю безжалостный космос распротертыми объятиями. Беда наших исследований в том, что их делают люди, мученные сонностью, совестью, сожалением, иногда страхом. Мы пытаемся сжать бесконечность и засунуть ее в рамки, которые совершенно не вмещают космического величия. Я десятый год руковожу отделом особых проектов корпорации Кейн. Несмотря на все мои открытия и научные исследования, я связан по рукам и ногам бумажной волокитой. Ученые морализаторами и стаи тупых халуев, которые сядят в руководстве. Если бы от них удалось избавиться, моя воля была бы волей Бога. Моя, а не воля корпорации. И все же они тоже нужны. Кейн финансирует исследования. Крумных существует благодаря и деньгам и персоналам. Но пройдет время, и все изменится. Поднятие масло. То есть доктор типичный социальный элемент. Всего круга пидораса, я Д'Артаньян. Я завален письмами из всех отделов по поводу несоответствия условий хранения перепутанных образцов. Этот маскарад иногда отнимает больше всего, чем он стоит. Хуже всех доктор Уэй и это, как и Мист Калистер вроде бы. В норме я бы с ними быстро разобрался, но кажется, сейчас не стоит. Паникюры должны паниковать, потому что если он исчезнет, значит их паника была обоснована. И кто-нибудь непременно подхватит факелем, факел мученика. Доктор Бэкман становится все более невыносимым. Меня предупреждали о его вспышках старих умен. Нарова настолько же и безумие, что только помогает в его работе социопатическим душком. Он пригодится, он требует все больше тел. Для проекта 7, особенно женщин с недавней беременностью. Эта проблема на борту таких женщин немного. Привозить их сложно. Надо организовать это, не привлекая внимания. Этот дурень доктор Грей опять тянул, что его драгоценные букашки стали агрессивными из-за перепадов напряжения. И что, как по мне, выпустить их в отсек не вся недолга. Проект 7 важнее. В гидропонике в тысячу раз. Когда мне нравится играть в футболеем шахматы, я всегда побеждаю, а он от всех скрывает, что... Хотя я рад сообщить всем и каждому, что он лучший кандидат на мое место. Себастьян, ты не справишься. Просто не сможешь. Совсем что делаю я. А если считаешь иначе, ты еще больше бурак, чем я думал. Когда придет мой день, я наступлю на твой гниющий труп. И буду смеяться. Доктор Вильям все еще пребывает в иллюзии, что я не в курсе ее приватных исследований. Официально сотрудникам нельзя заниматься собственными проектами. Но это любопытно. Воссоздать мертвого любовника в виде гибрида поразительно. Если у него получится, я использую ее работу. А не получится спаливать вместе с остальными отходами. Эта женщина одержима. И я знаю, что Де Сантос собирал на последнюю рову ее безумие. А я знаю, что ее исследования не создадут никаких проблем. А иначе не пустил бы я в проект с ними. Похоже, зараженные отходы из трупохранилища расползались по кораблю. Они вызывают распространение плесневого грибка, как сообщают сотрудники. Грибок это интересно. Хоть я и сердит на Бекмана, что он уничтожает больше подопытных, чем это нужно. Побочные эффекты просто поразительные. Я намекнул доктору Грею и пощекотал его эго перспективам повышения славы. Он сохранит грибок. Инженеры пытаются его уничтожить, но я уверен, у нас получится этого избежать. Эксперимент становится все любопытнее. А ведь еще и пальцами пошевелил. Так что пока они забрасывают меня письмами, а рим горит, и я проиграю на скрипке. В конце концов, здесь мы в безопасности. И в этом есть некая неизбежность. Мне надо написать дневные достижения по экспериментам. Это он тут все с нейроном. По поводу горящего рима и скрипок приравнял. Как я предполагал, паника, разрушение, неразбериха. Семя быстро растет, когда страстью лягутся, и пламя потухнет, но мы метим мусор и переделываем весь отсек от создания киприга. Больше никакого растения и войства. Для блага человечества. Бог из машины не появится. Друзья мои, я Бог. Мои прекрасные дети превзошли себя. Они убивают, они учатся, они адаптируются. Первобытные особи без всяких моральных бабушек. Пришло их время. Они должны были появиться много лет назад, но были уничтожены человечеством, которое испугало своих преемников. Это систематическое уничтожение назвалось «Егенические войны». Общество считает их войной корпорацией. На самом деле это был геноцид. Человечество оказалось не готово к выдающему. Открытие профессора Герунда. И уничтожило его. Да, его работы были несовершенны. Для этого я и пришел. Я провел много лет в корпорации КИН, пытаясь добраться до работ профессора Герунда. Старик КИН продвигал меня, потому что у нас были общие идеалы. Использовать науку для совершенствования человечества. Но мы разошлись в основном методах. Хотя он и немного успел мне сказать, пока я прижимал подушку к его лицу в больничной палате. Все ради высшей цели. Создание новых особей из обычных подопытных теперь невозможно. Сотрудники мертвы. Умирают и невменяемы. Но это не проблема. Все испорченные или неудачные подопытные станут удобрением для высшей расы. Основная задача сейчас – отвести Грумлык подальше от других кораблей. Никто не уйдет с корабля живым. Все годы, годные и сильные, выжившие, валятся в новую расу. Я создатель, я повелеваю. Я на ДФ-7. Капец, у него комплексы как-то подростковые. До Сантоса я разочарован. Сигнал бедствия. Я думал, мы заодно. За это предательство я кастрирую и уничтожу тебя. Твоё испорченное тело недостойно стать одним из моих детей. Но сейчас нужно отрубить этот проклятый сигнал. Ты не скроешься от меня, Марвин. Жалкий мелкий нарик. Как говорится, ученый – это человек, который удовлетворяет личное любопытство за государственные счеты. Яркий примерно. Всегда всё записывал. На самом деле, меня не волнует местные порядки. Но очень волнует вопрос, кто продаёт гемные секреты. Промышленный шпионаж – это всегда вопрос жизни и смерти. В данном случае – смерти. Я буду вести расследование и вытрекну все спириты из шкафов. Но персонал здесь странный. По-моему, они все тронуты. Впрочем, мне всё равно, мне нужны только имена и ответы. Я получил эту работу, потому что довожу дела до ума, а не потому что я милашка. Моё расследование раздражает людей, но безопасность – важная часть жизни на корабле. Особенно, если речь о промышленном шпионаже. Я не уверен, где находятся пропавшие ученые. Нашёл поддельные записи и могу предложить, что их убили и выбросили в космос. Любой другой решил бы, что они преступники. Но я на этом не куплюсь. Я исключил из подозреваемых Шарлотты Уильямс и Марвина де Сантоса. Шарлотту, потому что по большей части она не соображает, где она находится. А Сантоса, потому что он просто самодовольно засранится. Уверен, что он связан с наркотиками, но нужно отдать ему должное. Он осторожно ведёт себя, как дамский угодник. Но я знаю, правда, видел, как в баре его все посылали. С июля я работаю под прикрытием. Но хорошо, что у меня есть опыт работы, но не от ложки. Единственное, кто знает о том, что я на самом деле, это доктор. Кто я на самом деле, это доктор Малл. Он меня поддерживает. Даёт мне все нужные информации для расследования. Более даже слишком навязчиво. И всё же я ему доверяю. Для протокола я прекрасно знаю, что человек доктор Малл. С своими глазами видел его эксперимент. Видел, как избавляются от тел в печах. Но цель оправдывает средства. Немного есть людей способно делать то, что может быть сделано. Он посоветовал мне присмотреться к экспериментам доктора Уильямс. Похоже, они неофициальны. Я подготовил доклад для корпорации Кейн с тем, чтобы её уволили. Но доктор Малл немедленно аннулировал мой запрос. Я его уважаю, но, честно говоря, мне не по нраву. А спарень у моего авторитета. Блин, когда странное поведение, сказал присмотреться, или же погасил результаты. Обеззадно вокруг клюётся Бекман. Похоже, старый психопат решил проявить вопытство. Я спросил доктора Маллана, что делать, и он видел его безвредник. Что я здесь делал? Жаль, что пришлось ломать колени старику. Честно говоря, я предпочел бы перерезать ему в лодку, но тот термалл он наставил, чтобы он дружил. Ладно, хватит боли и неподвижности. Я пересмотрел свои умения доктора Десантосе. По-прежнему считаю, что он жалкий засранец, но теперь думаю, что он связан с кражей информацией. Похоже, он не профессионал, а действует по внешней указке. Скоро я с ним разберусь. Но сначала нужно проследить за ним. Один неверный шаг, приятель, и я тебя с ЦАКом. Доктор Маллан пометил меня как подопытного. Я узнал об этом, когда хотел съездить с докладным в Кейн. Я обнаружил, что мой доступ подключен, отклонен и запрещен. Я вернулся к себе. Там меня ждал Маллан и два его адских творения. Я не нежен, но от этих тварей меня тошнит. Сейчас я жду того, что они называют обработкой. Кажется, мне пора примириться с Богом. Я убил много людей и не испытывал угрызений совести. И не собираюсь доставить удовольствие доктору Маллану, умоляя его на осельник. Мои наблюдения за доктором Маллану показали, что он стоит за всеми событиями на корабле. Я был слеп. Я не мог поверить, что он мог все так развалить. Я всегда думал, что ученые любят порядок, но Маллану готов и нарушаться правила во имя науки. Утечка информации, распространение грибка, пропажа ученых. Кажется, он даже не знал, что Десантес продает информацию, сливая ему сведения для продажи. И сливал ему сведения для продажи. Не знаю, с какой целью, подозреваю, потому что Десантес накачивал Бэкмана на стимуляторы по уши. Бэкман мог работать. Я слышу, как включили приборы. Я приветствую свою судьбу. Подменил, не знаю, что послужил корпорацией Кейн. Капит-зону. Так, значит, у нас существо. Это не дочь. Это уже легче. Ну, дайте какой-нибудь ключ. Сделаем, если что-то, подключить палочкой. Ммм, может быть. Нет. Нет, это не работает. Ммм. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давайте его убедить, что маляра. и кстати да как доктор нас вычислил если у нас мэйби чип очень нужно иметь питание искать они не лежат ты куда я пришел так и 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 зачем нам клей для костей у нас вообще ничего сломанного не попадалось и почему-то не переходишь возвращайтесь к ци то есть достать три элемента питания него разрежет пополам нет как отсюда уйти программисты чуть не досмотрели оказывается курсор перехода там триггер еще не срабатывает и 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 Вторые элементы питания нечем вытаскивать. Так, то есть нам явно нужны три батарейки. Так, мы на это даже посмотреть не можем, да? Так, значит мы можем посмотреть только на те, которые закрыты крышкой. На входе, в пренатальном центре и в мотогенной лаборатории. Так, есть мнение, что у нас скан по половине нету. Можем приклеить железку, клеем к нему и открутить. Так, ну клинья. Чуть не могу понять, нет. А что такие у вас? То есть там внутри был замок? Это я протупил, я не понял, что у меня торчит замок, но как другие смогут? Нет. Нет. Классно. Это не будет. Это не будет. Это не будет. Дружок, не беси меня. Или это и есть элемент питания? Нет. Я не думаю, что это будет. Да. Не думаю, что это будет. Это не будет. Это не работает. Извлечение данного элемента питания может привести к перебоям с питанием в ближайших узлах. Второй раз уже цепочка логических заключений приводит к совершенно каким-то другим путем, к тем самым результатам, которые нужны. Думаю, что будет по одному, а получается, что по-другому, я думал, можно приклеить лом к крышке и ей провернуть. Ключ. Это я невнимательно смотрел, что было заметно там, что ключ обломался в замке. Извините. То, что я сейчас не делаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА